Приветствую дорогая церковь! Сегодня в особенный день, когда мы снова вспоминаем о страданиях нашего Господа Иисуса Христа. Я вместе с вами хочу прочитать Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Это слова Иисуса Христа. Он говорит, мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Присаживайтесь. Как я уже сказал, сегодня особенный день вечеря, воспоминания о голгофских страданиях Иисуса Христа. И вот Христос, как мы прочитали здесь в Евангелии от Иоанна, после того, как совершил вечерю с учениками своими, когда Он прекрасно знал, что Его впереди ждет, что ему предстоят очень сильные мучения, страдания, что ему предстоит пойти на крест за грехи всего человечества, когда Он понимал, что Он будет переносить сильные боли, когда Он понимал, что Он будет мучим одной из самых страшных казней на то время, что Он будет мучиться часами. И вот, несмотря на это все, Господь думал об учениках. Он думал о том, что осталось какие-то считанные часы последние, перед тем, как Ему надо будет пойти на голгофу, перед тем, как надо Ему будет пострадать. Вот о чем бы мы думали, если бы нам предстояло, мы уже знали, что нам скоро предстоит страдание или смерть, мы бы очень сильно переживали, мы бы думали о том, как это будет, как оно. А вот Христос здесь, обращаясь к ученикам, Он говорит, что я хочу, чтобы, когда я уйду, чтобы вы верили в Меня. Верили в Меня, верили в пославшего Меня, верили в Отца. И Он говорит, что все, что я делаю, делаю с Отцом. Он говорит, чтобы вы веровали и имели мир. Он говорит, чтобы надо быть, что надо быть нам теми, кто имеет этот мир, который оставляет Христос. Он говорит, мир оставляю вам, мир мой даю вам, да не смущается сердце ваше, да не устрашится. Очень трудно нам в это последнее время быть оторванными от того, что происходит вокруг, но Господь вновь и вновь напоминает и говорит, я оставляю вам свой мир. И не такой, как дает этот мир. А какой мир нам дает окружающий нас мир? Никакого. Нам надо быть оторванными от этого всего. Откуда вот все вот эти ужасы, которые сегодня происходят, войны, раздоры, брат восстает на брата. И мы понимаем с вами, что это все исходит из сердец, в которых нет Иисуса Христа. Это люди, которые лишены веры, мира, обетований, радости Иисуса Христа. И Господь говорит, что я ухожу к Отцу, пошлю вам Дух Святой, который вас научит всему. Помните, когда Христос приближался к Иерусалиму, когда Он ходил по земле в один момент, Он взглянул на Иерусалим и заплакал. Христос заплакал. Это в Евангелии от Луки мы читаем. Он говорит, если бы ты знал, что служит к миру твоему, но ныне это сокрыто от глаз твоих. Если бы ты знал, что служит к миру твоему, что служит сегодня к нашему миру, что служит к миру нашим сердцам, о которых мы читали уже не один раз, Христос говорит, мир мой оставляю вам. Что служит к нашему миру? Нам очень кажется, что в наше время, в тяжелое, в которое мы живем, что какие-то наши влиятельные политики или президенты, они служат к миру, они служат к порядку. Но это ложное понятие. Если мы посмотрим, что происходит сегодня в мире, я думаю, нам это очень открыто для нас, для всех. Мы видим, что происходит. мы видим, что происходит практически по всей планете. Недавно совсем практически весь мир с напряжением смотрел за тем событием, куда полетит одна единственная старушка. Если бы раньше нам кто-то сказал, мы бы даже не поверили, подумали, ну что тут такого. А вот весь мир следил за этим, потому что мир в таком напряжении. Мир сейчас, как никогда, в преддверии вот таких переживаний. Где наше сердце сегодня? За кого мы сегодня? За... Какие переживания в нашем сердце? А Христос говорит, мир мой оставляю вам. Да не смущается сердце ваше, да не страшится. Христос говорит, я вам дам этот мир. В книге, в книге, в Галатах мы читаем, апостол Павел говорит, что ибо вы сыны Божии. И более того, в Писании мы находим очень место, в притчах мы читаем, что Христос призывает, чтобы мы не радовались, когда падает даже враг наш. Потому что написано увидит это Господь. Жертва Христа, вот эта последняя вечеря, Его страдания, они имеют колоссальное значение для нас. И мы понимаем, как тяжело было Христу в тот момент, как много было переживаний, как много было заботы о нас с вами, как много было заботы об учениках, чтобы их наставить, научить вот самому необходимому, чтобы у них появилась эта вера, что когда он уйдет, когда он примет эту смерть, чтобы вот самое главное, самое важное им сказать. И вот вечеря, в которой мы сегодня будем участвовать, это тоже очень важно для нас, это причастие, это воспоминание о том, что сделал для нас Господь. Почему вечеря так важна для нас? В первопослании к Коринфянам, когда мы читаем о том, как апостол Павел описывал, как надо совершать к вечерю, как он принял от самого Господа, он говорит, сие творите в мое воспоминание. Вот эта заповедь, которую оставил нам Господь, это вечеря, это участие, это воспоминание о нашем Господе, это напоминание о жертве Христа, чтобы мы помнили, чтобы мы не забыли. Мы знаем, как очень важно для каждого из нас память, мы храним какие-то события, какие-то фотографии, какие-то истории, даже записываем какие-то события из жизни наших детей, интересные слова, интересные случаи, и мы храним это все в памяти, мы все это сохраняем. Один академик, живущий 300 лет назад, поэт, он говорил, что у народа, который не знает прошлого, нет будущего. И вот почему очень важно нам сегодня делать какие-то воспоминания, памятники, о которых мы должны помнить на протяжении всей жизни. В древние времена мы читаем, что очень много было построено памятников, чтобы люди помнили, чтобы был какой-то завет. Мы помним про Лаван с Иаковым, когда Лаван поставил памятник как свидетелем между Лаваном и Иаковым. Иаков поставил памятник на том месте, где Бог говорил с ним, чтобы помнить, народы, которые будут после него помнили. Моисей сделал большие камни, поставил на горе гавал, на горе гивал, чтобы тоже была память. Вечеря это память для нас, что сделал для нас Господь. Какой ценой мы достались Ему. И наша благодарность, наша вера, наша любовь к Господу, она увеличивается по мере того, как мы начинаем сравнивать. Когда мы начинаем сравнивать, что было и что стало по отношению каждого из нас. Что было со мной то, того, как я принял Христа, что стало после того, как я принял Христа. Вот тогда мы понимаем, начинаем оценивать, что реально сделал для нас Господь. Какой ценой мы достались. И что Господь нам дал даром, что мы получили. Мы имеем во Христе все. Мы имеем радость. Мы имеем мир, радость, вечную жизнь, прощение грехов, чистую совесть, будущность. Я думаю, этот список можно продолжать. Это все нам даровал Христос. И мы должны об этом помнить. И вот когда мы принимаем вечерю, мы должны помнить, что Господь это сделал все ради нас. Я слышал один пример. Один брат, когда вышел на проповедь, он прочитал 22 Псалом, но он прочитал его по-другому. Он сказал, «Господь не мой пастырь, я во всем буду нуждаться, никто не покоит меня на злачных пожитиях и не водит к водам тихим. Если я пойду долиной смертной тенью, боюсь зла, потому что никого нет со мной». Эти слова они доводят до мурашек. Что было бы, если бы Господь не был моим пастырем? Это было бы очень страшно и очень жутко. Но Господь, Он говорит, что Господь пастырь мой. Я не убоюсь зла, потому что Бог со мною. Слава Богу, что Господь мой пастырь. Вечеря напоминает вновь и вновь как Христос претерпел за нас все. Христос пришел, как написано. В послании Галатам 4 главе 45 стихом мы читаем такое место. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». Бог послал Сына Своего. Что за полнота времени? В Библии мы очень часто видим примеры Авраам. Мне когда Бог пообещал дать Аврааму наследие землю, но если вы помните, Он сказал, что не сразу дам тебе эту землю в наследие. Должно пройти какое-то определенное время, потому что чаша беззаконий народов тех, которые живут в той местности, она еще не наполнилась. Знаете, почему многие народы исчезли? Потому что чаша беззаконий их наполнилась. Бог повелевал израильскому народу, когда они захватывали землю, уничтожать все, включая скот, потому что Бог долготерпеливый, Бог многомилостивый. Он дает людям время для покаяния, Он дает людям время, чтобы исправиться, но если этого не происходит, чаша наполняется. Мы видим, что сегодня творится с нашим миром. Как чаша беззакония, она наполняется. Как сегодня то, что было раньше, даже представить себе невозможно, сейчас это выходит на передний план, и сейчас это становится нормальным. И вот эти чаши, они наполняются. В Содоме и Гоморре мы помним, тоже был вопль велик на Содом и Гоморру, и Бог отправил ангелов, чтобы проверить, точно ли это так. В книге Откровений в 16-й главе мы тоже читаем о наполненных чашах гнева. Но вот только его дети, его народ, ученики его, которые Христос давал это последнее наставление, это завещание, он говорит, я вам даю мир. Братья и сестры, мы должны иметь этот мир сегодня в наших сердцах. мы должны понимать, что все, что происходит в это последнее время, от этого никуда не уйдешь, это должно быть. Но наше сердце, наши мысли сегодня должны быть там с Господом. Мы должны воспоминать эти страдания Христа, мы должны помнить о его жертве, о том, что он сделал для нас, что эта жертва была не напрасна, что мы имеем вечную жизнь благодаря этому. Почему еще важна вечеря в нашей жизни? Знаете, там же в послании к Оринфянам, когда мы читаем о чаше, мы читаем, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле Господнем. Вот эта чаша, эта вечеря, это чаша, через которую Бог нас или благословит, или осудит. В зависимости от того, как мы приходим, как мы участвуем в этой вечере, Господь говорит, мы должны испытывать себя, мы должны испытать себя, если кто ест и пьет недостойно, виновен против тела и крови или будет благословен Богом. Если мы сегодня приходим к Господу, если мы сегодня рассуждаем о теле Господнем, если мы сегодня наполняемся тем миром, который Господь говорит, мир мой даю вам. И очень важно сегодня, чтобы мы дорожили этим напоминанием этой вечерей, этим воспоминанием, о котором Господь говорит, мое воспоминание, мы должны дорожить этим, мы должны не пропускать, мы должны ревновать о том, что мы должны участвовать в вечере. Мы должны сегодня воспоминать о голговских страданиях, мы должны помнить это, мы должны дорожить этим и не пропускать. Благословение вам, братья и сестры Божьего мира. Будем молиться, чтобы Господь приготовил наши сердца сегодня к этому воспоминанию его страданий. Аминь. Помолимся.